Вот этот пример блока очень хорош, потому что впервые мне попал блок именно загильзованный чугун в чугун. До этого я показывал заводские алюминиевые гильзовки. Значит, я здесь вырезал кусок гильзы для того, чтобы наглядно продемонстрировать один момент. То есть, ну вот он срез у меня. Вот он. Значит, ну, во-первых, я хочу продемонстрировать то, что здесь охлаждающая рубашка, если сравнивать с самим блоком, она глубокая. Я замерил штангеном, она порядка 130 миллиметров. Ну, то есть, в каких-то моментах 129, в каких-то 132, ну, чем около 130 миллиметров. К сожалению, здесь была собрана грязь вот с этой стороны. Ну, там вот даже частично осталось, мы когда выпиливали все это болгаркой, оно высыпалось. Вот, ну, это, скажем, просто от старости. Теперь, значит, что я хочу показать. Как я уже говорил, блок гильзован. Значит, вот, пожалуйста, я хочу вам продемонстрировать гильзы. Значит, эта гильза, это то, что часть блока, вот она ржавая, вот она выпиленная. Это часть именно то, что гильзовалась в блок, то есть, вот, вместо контакта с пошли. Давайте я, наверное, вот так положу, будет это немножко правильно. То есть, вот это вот верхняя часть. Значит, что я хочу продемонстрировать. Я ее, как вытащил, я ничего с ней не делал. Я ее не протирал, ничего. То есть, она здесь имеет некий жирный налет. Хотя до этого вы видели, что весь блок, он чистый. Ну, то есть, он не то, что чистый, он сухой. И довольно давно в таком состоянии он. Значит, здесь имеется такой, ну, как масло. Оно блестит. Я сейчас вам даже продемонстрирую. То есть, вот беру я, например, палец. Вот он у меня сухой. Вот, тут разводы такие. То есть, вот он. Вот. Это то, что было на поверхности. Значит, я могу предположить, что это то, с чем гильзы сюда загильзовывали. То есть, вот этот вот блок. Значит, я до этого вытаскивал гильзы с алюминиевых блоков именно заводской гильзовки. Они были абсолютно сухие. Поверхность прилегания там была сухая. Ничего в ней не было. Значит, теперь хочу продемонстрировать вот какой момент. Значит, смотрите. Гильзы, на первый взгляд, они ровные. Ну, я имею в виду прямые. Без каких-либо буртиков. Но. Вот здесь вот, если посмотреть на поверхность самой... Это то, что в блоке было проточено. Видно, что здесь есть такая ступенька. И гильза сама, она тоже имеет некую ступеньку. То есть, это делается для того, чтобы был упор. Чтобы гильза дальше не провалилась. Но также, по технологии, вот здесь вот, я думаю, более-менее будет видно. Я очень на это надеюсь. Что перед самой ступенькой, вот здесь вот есть такая как проточка. Ну, по крайней мере, я вот ногтем ее задеваю. То есть, эта проточка делается для того, чтобы при дальнейшем, когда запрессовывается гильза, чтобы она не деформировалась верхняя часть по конструкции. Но, проблема-то в том, что вот здесь вот, и я сразу ее ногтем задеваю, но, значит, она там прослаблена на пару десяток. Сама, кстати, гильза, я ее мерил на 2 мм. Вот эта вот часть, вот то, что осталось, то есть, именно не вверху, где утолщение, потому что здесь утолщение, а вот эта именно рабочая часть, она 4 мм. Но дело не в этом. То есть, вот здесь вот, 2 мм самой стенки, и раз здесь есть какая-то проточка, ну, пару десяток, в общем-то, с нее сняли. Страшно это тем, что, смотря как гильзуется блок, какая технология, кто как делает, здесь осталось вот это вот масло, ну, в общем, какая-то жидкость. Если она остается здесь сверху и заполняет вот этот вот объем, то, соответственно, можно предположить и сказать, что при прогреве двигателя, вверх она никуда не девается, во-вторых, при прогреве двигателя, так как сжидкость, в отличие от газа, она фактически не сжимается, то при нагреве она расширяется, но зато она при нагреве, при изменении температуры, она, то есть, расширяется. Соответственно, ей нужно куда-то выходить, что приводит к тому, что блок может разрушиться. Значит, я расскажу вам больше. Значит, есть один очень старый, такой пакостный очень прикол на станциях техобслуживания, значит, который заключается в том, что если клиент человеку не нравится, ну, в общем, я такой видел живую несколько раз, что делает? Откручивают один какой-то болт из блока, желательно посередине его открутить, и шприцом в колодец заливается немножко масла. То есть, там буквально можно залить несколько кубиков, болт закручивается, то, что вытесняется, то есть, там через резьбу, пока он закручивается, оно вытесняется, болт затягивается. И что происходит дальше? Когда болт затягивается, резьба фактически уплотняется, почти намертво. И при нагреве, когда двигатель нагревается, жидкости деться некуда расширяющей, и блок в этом месте трескается, его просто разрывает, как гранату. То же самое явление, можно сказать, что возможно, я могу только предположить, что могло быть вот из-за этой вот проточки, от того, что там осталась какая-то жидкость, и она расширялась, и, в общем, из-за этого треснул блок. То есть, это я говорю к тому, что вот когда гильзуется блок, в зависимости от технологии, кто как делает, как оно будет ходить, неизвестно. Это очень такой крайний ремонт, и это, в первый момент, это конструктивный. Второй момент, хочу обратить ваше внимание на поверхности, то есть, я ничего именно не вытаскивал, не выпрессовывал, у меня есть пресс, я хотел сначала выпрессовать, но потом подумал, что нужно именно разрезать, для того, чтобы, ну, в общем, показать, как оно было. Поверхность здесь мокрая, ну, в общем, жирная, с какой-то жидкостью. Это значит, что контакт, это когда я её снял, то есть, соответственно, жидкость здесь есть. Когда оно запрессовано, есть какая-то мелкая плёнка, ну, в общем, слой жидкости между стенкой одной гильзы, между стенкой второй гильзы. Соответственно, теплопередача из одного в другое, это ухудшает, то есть, ещё больше, то есть, и так, контакт по поверхностям теплопередача хуже, плюс какая-то жидкость, то есть, теплопередача ухудшается. Для этого, для того, чтобы улучшать теплопередачу, есть разные термопасты, ну, вот, например, даже компьютерный процессор собирается на термопасту, но условия использования термопасты там своеобразно, и так вот гильзу на термопасту посадить, это проблематично, потому что тут температуры, перегрузки, расширения и всё остальное. Вот, то есть, я это говорю к тому, что вот такой вот блок, он даже стандартные какие-то режимы может держать плохо, то есть, он может быть какой-то местный перегрев. Местный перегрев опасен тем, что если часть гильзы в каком-то месте имеет температуру значительно больше, чем остальная её часть, если там теплопередача ухудшенная, значит, оно в этом месте деформируется, и гильза там может как-то выпирать какой-то шишкой в цилиндр, что, собственно, тоже я наблюдал на, даже, наверное, на своих «Жигулях», я показывал свой блок 1.45, ну, здесь поверхность гильзы, ну, и, конечно же, материал, то есть, какой материал будет использован, как он будет ходить, тоже неизвестно, из чего он будет сделан. Вот, поэтому, ко всему уже сказанному я хочу добавить, что гильзовка – это очень, ну, кропотливое дело, и у вас никогда не будет гарантии, что вот вы загильзуете, и всё у вас будет нормально. То есть, это заведомо снизит надёжность всей системы, к сожалению. И в данном случае я могу предположить, что гильзовка явилась причиной трещин на этом блоке. Вот, а в остальном, что касается конструкции, то есть, возвращаясь к тому, что охлаждающая рубашка здесь большая, хоть цилиндры и не имеют протока между собой, но есть запас по прочности, то есть, двигатель в штатном режиме. Запас по прочности – это говорит о том, что в штатном режиме двигатель будет гарантированно работать, иметь отличный запас по ресурсу. То есть, если у него есть запас, соответственно, обычные нагрузки он будет выдерживать гораздо надёжнее.